Здравствуйте, друзья! Вы смотрите очередной обзор корейских новостей от журнала Ким. С вами Евгений Штефан. А вон там, с той стороны, притаилась невидимая глазу Евгения Карманова. Для начала мы сегодня с вами поговорим о жизни. Хороша ли жизнь вообще или нет? И где именно она хороша, а где не так, чтобы и очень? В последнее десятилетие, для того, чтобы оценить, где жизнь лучше, люди обычно использовали такой показатель, как ВВП – воловой внутренний продукт, который говорит нам, сколько товаров и услуг производится в стране за год. Это, кстати, очень хороший показатель. Там, где ВВП высокий, там обычно и люди чувствуют себя лучше. Поэтому все правительства очень хотят, чтобы ВВП все время рос. Многие обещают удвоение ВВП за сколько-то лет и так далее. Проблема в том, что когда начинаешь разбираться в деталях, выясняется, что с ВВП доходами на душу населения не все так однозначно. Однозначно. Давайте рассмотрим такой пример. Представьте, что вы хотите переехать в другую страну. И тут прилетела добрая фея. И говорит, вы молодец, хорошо себя вели. Поэтому вот я вам даю на выбор две страны. Причем там у вас сразу все будет. И хороший дом, и любимая работа. Еще и подъемное пособие вам дадут. Чтобы вы сразу освоились. Страны две. Страны такие. Кувейт и Нидерланды. Какую из них вы выберете? Учтите, что ВВП на душу населения в Кувейте гораздо выше, чем в Нидерландах. В Кувейте 66 тысяч долларов в прошлом году было. А в Голландии всего 53 тысячи. Так куда вы поедете? Есть сильное подозрение, что хотя некоторые любители приключений рванут в Кувейт. Большинство людей, хорошенько подумав, все-таки предпочтут Голландию. По разным причинам. То есть ВВП это очень важно. Но это еще не все, что нужно для жизни. А что же, господа, нам нужно для хорошей жизни? Чтобы вот так прям жить и радоваться. Ну, каждый, конечно, по-своему ответит на этот вопрос. Но умные люди придумали для этого специальный индекс. Который в последнее время становится все более популярным. Он называется индексом социального прогресса. Страны в этом индексе занимают более высокие или более низкие места. В зависимости от того, как они удовлетворяют важнейшие запросы своих граждан. С точки зрения составителей индекса социального прогресса, упомянутые запросы граждан. Это в первую очередь то, что нужно для простого выживания. То есть еда, вода, крыша над головой, санитария, базовая медицина и личная безопасность. Как вы знаете, в мире есть еще много мест, где со всем этим большие проблемы. И с едой, и с водой, и с медициной. И с теми же убийствами или войнами. Второй вопрос, которым задаются составители индекса общественного или социального прогресса. У каждого ли человека в рассматриваемой стране есть возможность улучшить свою жизнь? То есть хочется знать, как в этой стране с образованием, которое помогает улучшать жизнь. Как с доступом к информации? Здоровы ли граждане? Как там с экологией? И третий важный вопрос. Каждый ли человек в этой стране имеет возможность осуществлять свои мечты? Достигать поставленных целей? Вот здесь с упором на слово «каждый». То есть у всех ли есть более или менее равные возможности? Свободны ли люди в этой стране? Могут ли они распоряжаться своей судьбой? Нет ли дискриминации? Как себя чувствует разнообразное меньшинство? У всех ли есть доступ к высшему образованию? И кто же у нас лидеры по всем этим пунктам? Кто возглавляет индекс социального прогресса? Сюрпризов тут нет. На первых местах Норвегия, Исландия, Швейцария, Дания. Не надо, наверное, рассказывать, что там у людей неплохо обстоят дела и с питанием, и с жильем, и со здоровьем, и с экологией, и с гражданскими свободами, и с правами разных людей. И Голландия, о которой мы говорили, тоже недалеко от лидеров рейтинга, на седьмом месте. А вот Кувейт, при всем его богатстве, очень далеко, в пятом десятке. Россия, кстати, еще дальше, на шестидесятой позиции. Хотя и удалось подняться за год в этом рейтинге на целых семь мест по сравнению с прошлым годом. Среди факторов, которые этому способствовали, некоторые улучшения жилищных условий, электроснабжения и медицинского обслуживания в России. А что же Корея? Корея в индексе социального прогресса оказалась на восемнадцатом месте. Причем ей тоже удалось сделать большой скачок, потому что в прошлом году она была на двадцать шестом месте. То есть поднялась сразу на восемь мест. Корея впервые в этом году обошла ряд западноевропейских стран, включая Францию и Италию. А также Соединенные Штаты, которые в индексе социального прогресса находятся на двадцать пятом месте. Совсем немного баллов Корея не добрала, чтобы сравняться с Австралией или, например, с Германией. Составители рейтинга дали Корее высокие баллы прежде всего по тем пунктам, которые связаны с образованием и информационными технологиями. И, как вы понимаете, баллы эти заслужены, потому что в этой чудесной стране люди только тем и заняты, когда они спят образованием и информационными технологиями. Но есть и другие приятные для Кореи пункты. Она, например, занимает первое место в мире по количеству недоедающих. Ну, в смысле, наоборот. Доля недоедающих тут самая маленькая во всем мире. Почти все здесь едят достаточно. Точно так же Корея на первом месте в мире по доступности электроэнергии. Она здесь просто есть у всех. Немножко удивительно, но Корея также стала мировым лидером по такому интересному показателю, как уровень преступности по ощущениям. То есть, преступность в Корее есть, конечно, хоть и не так много по сравнению со многими другими странами. Более того, если брать статистику преступности, то найдутся страны, где эта статистика точно лучше, чем в Корее. Но как-то так получается, что преступность в Корее очень малозаметна. То есть, люди ее очень мало ощущают на себе и поэтому чувствуют себя в безопасности. Вот по этому ощущению безопасности Корея является мировым лидером. Очень неплохие места у Кореи по таким показателям, как свобода вероисповедания и доступ к качественному медицинскому обслуживанию. Но, разумеется, есть пункты, по которым показатели Кореи оставляют желать лучшего. Это, например, экология. Название «страна утренней свежести» звучит красиво, но в реальной жизни свежесть по утрам тут бывает редко, особенно весной. По выбросам в атмосферу парниковых газов, например, Корея находится на 75-м месте в мире. Помните, средний показатель 18-й, да, здесь 75-е место. А по проценту охраняемых природных территорий аж на 128-м месте из 146 стран. Ну, оно и понятно. Природы, как таковой, тут почти нет. Охранять особо уже и нечего теперь. Какие еще недостатки отдельные есть в Корее? Над чем еще надо работать? С доступом к качественной медицине здесь, как мы говорили, все нормально. Тем не менее, например, по смертности от инфекционных болезней Корея только на 40-м месте. И уровень материнской смертности в природах великоват. Для развитой страны 39-е место. В сфере личной безопасности с неприятной стороны выделяются дорожно-транспортные происшествия. Слишком много здесь людей в них гибнет. Корея на 56-м месте в мире по этому показателю. В области равенства политических прав мужчин и женщин Корея на 59-м месте. По толерантности в отношении геев и лесбиянок на 53-м месте. По уровню коррупции на 42-м месте. Кстати, даже в области образования нашелся один недостаток. Корея только на 43-м месте в мире по доле студентов, которые учатся в приличных университетах. То есть в тех университетах, которые входят в мировые рейтинги. Ну, как вы знаете, в университетах здесь учатся едва ли не все молодые люди. Но вопрос, что это за университеты? Выясняется, что 80% корейских студентов получают образование в разных второсортных вузах. Как вы понимаете, им потом трудно будет рассчитывать на реализацию каких-то своих жизненных планов и устремлений. В этих и других областях Корее нужен прогресс, если она хочет и дальше подниматься в рейтинге со своего 18-го места. Заметим, очень неплохого. Кстати, так получилось. Интересно, что самые важные новости последних дней словно бы специально подстроены, чтобы в будущем повысить позицию Кореи в рейтинге социального прогресса. Вот вам главная сенсация недели. Сеульское городское управление образования объявило, что у школьников будет полная свобода в выборе своих причесок. Ученики смогут иметь волосы любой длины и прически любого цвета и формы. Управление образования предписало всем школам, в которых есть правило насчет причесок учащихся, отменить все эти положения до начала осеннего семестра 2019 года. Решение столичного управления образования касается, конечно, только сеульских школ, но, как обычно бывает в таких ситуациях, провинциальные органы образования, скорее всего, последуют примеру столичных. Кстати, вообще-то сейчас уже в большинстве сеульских школ нет ограничений для учеников на длину волос. Вместе с тем многие школы запрещают покраску волос и химическую завивку. Теперь все эти запреты придется отменить. И это, безусловно, внесет большой вклад в расширение прав и свобод юных корейцев, так что вскоре можно ожидать нового улучшения позиций Кореи в индексе социального прогресса. Прическами дело не ограничивается. На днях принято сразу два решения, которые должны повысить безопасность на дорогах. Ну, мы надеемся. Напомним, что гибель большого числа людей в ДТП – это один из тех показателей, которые тянут Корею назад в индексе социального прогресса. Первое решение касается ремней безопасности. Как объявило государственное полицейское управление, отныне все пассажиры автомашин должны использовать эти самые ремни безопасности. Сейчас в Корее большинство пассажиров на передних сиденьях пристегиваются ремнями, а вот пассажиры на задних сиденьях очень редко это делают. Полиция решила положить конец этому позорному явлению. Теперь водителям будут выписываться штрафы в 30 тысяч вон, если хоть один пассажир в салоне не пристегнут. А если этот пассажир еще и ребенок до 13 лет включительно, то штраф повышается до 60 тысяч вон. 60 тысяч вон это примерно 54 доллара. Первые два месяца штрафовать не будут. Предполагается, что за это время люди должны привыкнуть к новым правилам. Но начиная с декабря этого года дорожные полицейские начнут наказывать нарушителей. Так что имейте это в виду. Еще одна приятная новость. Штрафовать начнут также велосипедистов, которым захотелось оседлать своего железного коня, будучи в нетрезвом состоянии. Вообще-то это и раньше было не положено делать, но никакого наказания за собой не влекло. Теперь же нетрезвых велосипедистов будут штрафовать на те же 30 тысяч вон. То есть примерно 27 долларов. Правило это будет действовать не только на обычных дорогах, но и на велосипедных дорожках в парковых зонах. Следующая новость тоже хороша, если мы посмотрим на нее с точки зрения упоминавшегося индекса социального прогресса. Она свидетельствует о том, что политические права и свободы граждан в Корее будут расширяться. На прошедшей неделе крупные неприятности возникли у руководства компании Samsung Electronics. Более чем двум десяткам человек, в том числе председателя управления этой компании, были предъявлены официальные обвинения в воспрепятствовании профсоюзной деятельности. Вообще раньше Samsung был печально знаменит тем, что категорически не допускал создания профсоюзов на своих предприятиях, несмотря на то, что эта практика была незаконной. Но теперь профсоюзные объединения в разных подразделениях этого конгломерата все-таки стали возникать. И Samsung пошел на них войной. По данным прокуратуры, на работников давили, чтобы они покинули профсоюзы, угрожали им снижением зарплаты и увольнениями. Доходило даже до того, что Samsung добивался разорения тех своих компаний-поставщиков, которые нормально относились к профсоюзам. В общем, как заявили в прокуратуре, руководство Samsung действовало как некая мафиозная организация, которая к тому же протянула щупальцы и в госструктуры. В рамках этого дела уже был арестован один высокопоставленный сотрудник полиции и бывший сотрудник Министерства труда, которые помогали Samsung в его попытках выкорчевать профсоюзы. Повторюсь, что обо всем этом давно было известно, но при прежних правительствах на самсунговские темные делишки закрывали глаза. Теперь вот решено пролить на них свет. Думается, что это хорошо и правильно. А в конечном итоге это пойдет на пользу и самому Samsung, потому что нельзя быть в современном мире уважаемой компанией, не уважая конституцию, трудовое законодательство и права своих работников. Ну и всей Корее нелегко будет продвигаться вперед в пресловутом индексе социального прогресса, если игнорирование прав работников будет продолжаться. И в завершение пара новостей о пожилых корейцах. К ним здесь относятся люди от 55 лет. Оказывается, в этой группе сейчас уже более 7 миллионов человек, то есть каждый седьмой южнокореец. Вообще 55 лет в Корее это время уходить в отставку на пенсию, но по данным государственного статистического управления прекращают работать в этом возрасте только четверть пожилых людей, а три четверти продолжают работать. Более того, даже в возрасте от 65 до 69 лет 45% людей, то есть почти каждый второй, работают. Казалось бы, можно только порадоваться за таких активных стариков. Молодцы, есть еще порох в пороховницах. Но все-таки странно, ведь в таком возрасте работать уже трудновато. Почему же старики работают? Ничего загадочного тут нет. Во-первых, на пенсию не прожить, она маленькая. Во-вторых, вы только представьте себе, 63% пожилых людей в Корее живут за чертой бедности. То есть двое из каждых троих стариков – это бедняки. Вот в этой как бы богатой стране, которая на 18-м месте в каких-то там индексах. И вообще вся из себя такая каннам стайл. И хотя в индексе общественного прогресса ничего не говорится о стариках, но зато в нем говорится, например, здравоохранение. А ведь старики болеют. А болеть в Корее дорого. По данным той же статистики, пожилые корейцы платят за лечение в среднем уже более 4 миллионов вон в год. Правда, часть этой суммы покрывается страховкой. Но все равно платить надо немало. Тут ведь вам и давление, и бронхиты с пневмониями, и катаракты, и альцгеймеры, чего только нет. Вот и приходится старикам работать на еду и на больнице. Отсюда и такой высокий уровень трудоустройства у них. В стародавние времена заботу о стариках должны были брать на себя их дети. Но те времена давно прошли. Теперь пожилые люди часто предоставлены сами себе. И как решать эту всю обостряющуюся проблему, пока непонятно. Может быть вы знаете решение упомянутых в нашем сегодняшнем выпуске проблем. Если знаете, то пишите об этом в комментариях. И не забывайте ставить лайки. А мы на этом заканчиваем наш обзор новостей. Всего вам доброго.